Hello, my dear! Nice to see you again! Сегодня у нас с тобой будет ров-тренировка использования нашего времени. Будем говорить о днях недели и о наших хобби и интересах. Ну что ж, начнем с упражнения номер один. Look, посмотри. Then listen and say. Затем прослушай и скажи. Давай с тобой попробуем разобрать наши новые слова и выражения. Для этого нам понадобится рабочая тетрадь. Запиши в ней дату, номер упражнения и страницу, на которой мы работаем. Дату. Вот я уже пример тебе показывала, как мы можем записывать. Эта дата у нас будет для дальнейшего использования в старшем звене. А вот этот вот пример просто можешь писать. Даже можно писать без артиклязе. Записывай как есть. Главное, чтобы был месяц обязательно, день, неделя и дата. Да. Номер упражнения и страница уже у нас будет 62. Так. Возвращаемся к нашему учебнику и начинаем с тобой работать. Все синие слова, вот эти выражения, нам необходимо будет выписывать с переводом в рабочую тетрадь. Итак, the first dialogue is between Kate and Bill. Первый диалог между Kate и Bill. What day is it today? Спрашивает Kate. What day is it today? Какой сегодня день? Записывай эту фразочку себе в тетрадь с переводом. Ставь паузу, пока пишешь. А я пошла дальше. Bill, it's Tuesday. Вторник. What time is it? Записываем эту фразу. Который сейчас час? What time is it? Который час? It's four o'clock. Четыре часа. It's four o'clock. Когда мы говорим о времени, у нас фраза, выражение начинается со слов it's. It is. Сокращенно it's. Oh, I must go to my chess club today. Oh, I must go to my chess club today. Переписываем эту фразу с переводом. Я должна идти в свой шахматный клуб сегодня. It starts at five o'clock. Он начинается в пять. So, the second dialogue, second picture between Tom and Kate. Между Томом и Кейт. And what about reading a new book? And what about reading a new book? А как насчет прочитать новую книгу? Kate, sorry, I can't. Выпиши это выражение себе в тетрадочку. Sorry, I can't. Прошу прощения, я не могу. I must do my homework in the evening. Я должен выполнять свою домашнюю работу вечером. Ask Bill. Попроси Билла. Прочитай еще раз эти диалоги самостоятельно. Выписанные в слова выражения с переводом. Повторяй, заучивай. Exercise 2. Упражнение 2. Ask and answer in pairs. Задай вопрос и ответь. Давай с тобой попробуем повторить вот те два вопроса, которые мы с тобой записали в упражнении номер один. What day is it today? Какой сегодня день? И what time is it? What day is it today? Какой сегодня день? It is Monday. Например, сегодня понедельник. What time is it? Который сейчас час. Ну, можешь округлить, сказать. It's half past ten, например. Половина одиннадцатого. Десять тридцать. Давай еще раз другой день возьмем. What day is it today? Какой сегодня день? What day is it today? It is Wednesday. Сегодня вторник. What time is it? What time is it? Который час. It's four o'clock. Четыре часа дня. Постарайся попрактиковать вопрос и ответ еще не один раз со своим знакомым, другом, товарищем, либо с кем-то из своих близких. Упражнение три. Listen and read. Прослушай и прочитай. Первая часть этого задания практикует еще раз употребление буквосочетаний. Буквосочетание AR читается как R. Иногда буковка A тоже читается как R. Например, farm – ферма, father – отец, art – искусство, либо урок рисования, after – после. Ну и также повторим с тобой использование, прочитание короткой буквы U, короткого звука А, который дает буковка U. Up, cup, club, must, lunch. Мы это учили в прошлом году. Up – наверх куда-то действие. Например, вот выражение stand up означает встань. Действие наверх, которое ведет нас. Cup – чашка, club – клуб, must, переводится как должен, lunch – обед, have lunch – обедать. I have lunch at one o'clock. У меня ланч в час дня. She has lunch at twelve o'clock. А у нее ланч в двенадцать. Do one's homework – выполнять чью-то домашнюю работу. Домашнее задание. I do my homework after school. Я делаю свое домашнее задание после школы. Вот это вот слово one's, one апостроф s выражение, оно меняется в зависимости от того, какой человек говорит о том, что он выполняет домашнее задание. Допустим, если мы будем говорить о нем, то он будет говорить так. He does his homework after school. She does her homework after school. They do their homework after school. То есть вот это вот one – это как в примере х в уравнении. Он будет меняться постоянно. Клаб – клуб. Ну, вот здесь разные разновидности наших клубов. Задание номер четыре необходимо посмотреть и дать ответы на вопросы. Итак, что должен Билл сделать? What must Bill do? Что он должен, что обязан Билл сделать? Первое. At eight o'clock. Что он обязан сделать в восемь часов? He must go to school. Он должен пойти в школу. He must go to school. What must Bill do at ten past three? Что Билл должен делать в три часа дня десять минут? He must do his homework. Он должен делать свою домашнюю работу. He must do his homework. Следующий вопрос к третьей картинке. What must Bill do at half past five on Fridays? Что должен Билл делать в пол шестого, в пять тридцать по пятницам? He must go to the tennis club. He must go to tennis club. Он должен идти в теннисный клуб. Спускаемся ниже. Так, только не так ниже. Не настолько ниже. What must Bill do at seven o'clock today? Что должен Билл делать сегодня в семь часов? He must read the book. Он должен читать книгу. What must Bill do at ten o'clock in the evening? Что должен Билл делать в десять часов вечера? He must go to bed. Он должен пойти спать. Ну и здесь случайно себе пропустила еще выражение, слова и выражение. Давайте к ним вернемся. After, после. What do you do after school? Что ты делаешь после школы? После школы я иду в свой футбольный клуб. После футбола я выполняю домашнее задание. Итак, перепиши в тетрадочку выражение What do you do after school? Что ты делаешь после школы? Ответ. I do my homework. Я выполняю домашнее задание. Следующее выражение Go to bed Go to bed Идти спать What time do you go to bed? What time do you go to bed? В котором часу ты ложишься спать? I go to bed at nine o'clock in the evening. Я ложусь спать в девять часов вечера. Help Помогать Предложение для того, чтобы переписали в тетрадь с переводом. По субботам она помогает своей мамочке по дому. Ей нравится помогать своей маме. Must Должен Must Должен Children must go to school. Дети должны ходить в школу. You must do your homework after school. Ты должен выполнять домашнее задание после школы. You must help your dad on Saturdays. You must help your dad on Saturdays. Ты должен помогать своему папе по субботам. Я считаю, что и вот эти вот слова, которые мы только что прочитали, новенькие, по, ну, вот эти вот выражения, тоже необходимо запомнить, потому что, ну, они очень важны и нужны. Сейчас я вам покажу, какие. Я имею в виду вот эти вот. Have lunch Do one's homework Club Давай дальше вот сюда перейдем на эту страничку выше. Потому что они входят в состав как раз тех выражений, которые мы тоже выписывали. After Go to bed Help must Oh There are a lot of new words and new phrases Очень много новых слов, новых фраз. Ну что ж, мы будем постепенно с тобой все разбирать. Никуда от этого не денемся. А теперь разбор рабочей тетради нашей на печатной основе. Копии. Первое задание. Ничего сложного. Необходимо переписать, списать эти предложения. It's four o'clock. Четыре часа дня сейчас. I must do my homework. Я должна выполнять свое домашнее задание. It's ten o'clock. Сейчас десять часов. I must go to bed. Я должна идти спать. Второе задание. Fill in. Заполни пропуски. У нас есть три глагола, три слова. Has. Имеет. Does. Выполняет. Starts. Начинается. Первое. Kate has. Вот сюда has. Вписываем. Her breakfast at eight o'clock. Kate завтракает в восемь. School starts. Слово starts. Вписываем в наш пропуск. At nine o'clock. Школа начинается в девять. Kate has. Вот сюда пишем has. Her lunch at one o'clock. У Kate ланч в час. She does. Does. Вот сюда переписываем. Does. Her homework at three o'clock. В три часа она выполняет домашку. Пятое. Her chess club starts at five o'clock. Ее занятия в шахматном клубе начинаются в пять часов. И последнее задание в нашем уроке. Таком объемном, как и предыдущий урок был, предыдущее видео. Упражнение три. Complete the dialogue. Дополни диалог. У нас есть ответ. Смотри. It's Wednesday. Сегодня среда. Как ты думаешь, какой вопрос необходимо написать? Правильно. Какой сегодня день? Какой сегодня день мы с тобой учили в нашем учебнике? Вот он. What day is it today? Просто перепиши эту фразу в нашу рабочую тетрадь. What day is it today? What day is it today? Я тебе показала, откуда это можно списать. Ответ. It's Wednesday. Среда. Дальше. Смотри. Ответ. It's nine o'clock. Девять часов. Как ты думаешь, какой должен быть вопрос? Ну, давай посмотрим в учебник. What time is it? Вот этот вопрос. Списывай. What time is it? Какой, который сейчас час. What time is it? It's nine o'clock. Oh, I must. Я должен. Ну, давай с тобой выберем. Что ты должен делать? I must. А может быть, ты должен помочь маме? I must help my mom about the house. Может быть, тебе нужно помочь мамочке по дому? Либо I must do my homework after school. Либо I must help my dad. Точка. Можно не писать. On Saturdays. I must help my mom about the house. Мне кажется, это самое то, что не есть правильное решение, что необходимо сделать в данной ситуации. Окей. That's all for now. Сегодня мы с тобой узнали очень много новых фраз, очень много новых выражений. Конечно же, мы еще постоянно будем в этой теме и в следующей их повторять. Но на сегодня все. Мы чуть-чуть сегодня узнали больше. Чуть-чуть продвинулись уже в своих знаниях вперед. See you in the next video. Увидимся в следующем видео. Goodbye. See you.